Майские праздники для рыболова Термометра в светлую пору суток будет держаться в пределах от плюс 10 до плюс 25 градусов, а ночью от плюс 5 до плюс 15. Синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков в период с четверга по субботу. В остальные же дни нас ждет прекрасная теплая солнечная погода. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный со скоростью до 4 метров в секунду. Исходя из лунного календаря рыболова, самыми перспективными днями для рыбалки на этой неделе станут с четверга по воскресенье. В первой же ее половине ожидается полнолуния, во время которого рыба временами ведет себя непредсказуемо. Чаще всего в это время отмечается частая поклевка малька или мелкой рыбы. После полнолуния ожидается хороший и стабильный клев. С наступлением мая начинается сезонный ход пузанка по Днепру. Эта небольшая рыбка семейства сельдевых очень ценится среди рыболовов. Его ловля весьма азартна из-за высокой чистоты поклевок. Ловят его обычно на фидер или спиннингом в проводку. Несмотря на высокий аппетит этой рыбы, леска и крючки должны быть максимально неприметными. Забросы придется делать дальние, рыба редко подплывает близко к берегу, поэтому спиннинг лучше взять подлиннее. В качестве насадки на крючок можно использовать червя или мотыля, а также мелких ракообразных. Напоминаем, что в этом месяце разрешено ловить только одним удилищем и только на один крючок. Карп в мае начинает активно питаться, проходя большие расстояния по водоему. Ключевой особенностью успешной ловли этой рыбы станет правильный подбор приманки и прикормки, что прежде всего зависит от водоема. Закармливать место необходимо заранее, для этого отлично подойдет прикормка из натуральных компонентов домашнего приготовления. Использование различных усилителей запаха и вкуса может только отпугнуть рыбу, что также относится и к приманке. Бойлы лучше использовать в водоемах с голым песчаным дном, где наблюдается дефицит естественной для рыбы пищи. Излюбленным местом обитания платвы в начале месяца станут мелководные травянистые заливы, где вода прогрета, а пищи вдоволь. В таких местах водятся мелкие рачки и уже процветает молодая растительность. Там же платва готовится к своему нересту, временами поедая икру других рыб. Удилище лучше взять подлиннее, до 9 метров. Оптимальный диаметр основной лески около 0,12 мм, а поводка около 0,1 мм. В основном ловля проходит на глубине до 1,5 метров. Крайне полезным будет использование прикормки в виде панировочных сухарей с небольшим вкраплением мотыля. В качестве насадки используем червя, мотыля или опарыши. Щука уже отнерестилась и в начале мая на радость рыболовам у нее наступает посленерестовый жор. В это время она активна и очень часто питается, устраивая засады в прибрежных камышниках. Щука по прошествии нереста обычно отдает предпочтение натуральной пище, поэтому идеальной приманкой для нее выступит живец, в роли которого сгодится любая небольшая рыбешка размером до 10 см. Для ловли зубатой хищницы вам понадобится жесткое спиннинговое удилище длиной до 2,5 метров и качественная леска сечением 0,35 мм. Подведем итог. Ближе к концу недели нас ожидают небольшие дожди. В остальное время будет теплая солнечная погода. Наступает сезонный ход пузанка по Днепру. Ловим на фидер или на спиннинг в проводку. В качестве наживки используем червя или мотыля. Карпа сейчас ловим на естественные приманки. Плотва будет держаться неглубоких заливов, где продолжит подготовку к нересту. Ну а щука уже отнерестилась. Ловим ее наживца вдоль береговой растительности. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке. Не забывайте о нормах вылова и до встречи через неделю.